Привет, друзья! Молдавия закупила природный газ у Греции. Молдавия в пробном режиме закупила партию газа у греческого газового оператора ДЭПа, сообщает Министерство энергетики страны. Цитата. Энергоком закупила в качестве пробы 2250 кубометров природного газа, 1 мегаватт в час у греческого газового оператора ДЭПа. Цена покупки составляет 45 евро мегаватт в час, что составляет около 477 евро за 1000 кубометров. С помощью этой закупки Кишинев хочет изучить, как работает логистическая цепочка поставок газа. Греция – основные ворота для сжиженного природного газа в Южную Европу. Более половины этого газа поступает из США. Значит, что меня возмутило? Давайте начнем с этого. Значит, сначала у нас украли радугу. Вы, я думаю, помните времена, когда радуга была абсолютно обязательной опцией практически в любом оформлении детских книжек. Если вы посмотрите старые советские мультики, радуга – это, в общем, общее место, это символ радости какой-то. Ну, вообще, радуга – это библейский символ. А то, что радуга, ну, с добавленным цветом, значит, является символом экстремистского ВТ-движения, ну, не знаю. На этот счет у меня есть особое мнение. Наверное, я его чуть попозже выскажу. Но просто вот ударом в сердце было вчерашнее заявление женщины по имени Элеонора Басманова. Ее все растиражировали. Не, она, скорее всего, замечательный человек. Она, возможно, прекрасная жена и хорошая мать. Ну, вот, приобрести такую славу, о чем идет речь. Значит, цитирую. «Мировая мода считает, что мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации предпочитают плавки. Все остальные носят недлинные шорты. Когда область гениталий не так явно выделяется, это выглядит более привлекательно по современным мировым представлениям о пляжной культуре». Здесь много интересного и мировой моды, и мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, и пляжная культура возникла. Ну, и совершенно удивительно, даже не знаю, помещение в негативный контекст, факта выделения области гениталий. В каком году все это исчезло? Я, честно говоря, в тупике. Вот пытался сегодня вспомнить, в какой момент старые добрые советские плавки стали на пляжах бросаться в глаза. Не мог вспомнить. Знаете, по какой причине? По простой. Бывшие советские люди довольно быстро освоили отдых на всевозможных дешевых заграничных курортах. Начали ездить в Турцию, начали ездить в Египет какой-нибудь, и в прочие места чуть подороже. И там, так сказать, ну, при всем заметном присутствии русских граждан, вот со всем этим, типа Тагил и все остальное, мы все равно были в меньшинстве. То есть вокруг был такой довольно пестрый интернациональный состав. Там были немцы какие-нибудь, англичане и так далее, и тому подобное. Ну, и волей-неволей русские туристы стали подстраиваться, так сказать, под общепринятые стандарты. Я не знаю, когда ушла вот эта вот абсолютно корневая, наша скрепная традиция дефилировать по пляжу в плавках. Мои более молодые коллеги вообще не поняли вообще, о чем тут разговор, и подтвердили мне, что вообще в плавках ходят только люди странноватые, либо, значит, городские сумасшедшие, либо, ну, потенциальные чикатилы. А нормальные люди ходят, да, в плавательных шортах. Вот до чего мы с вами дошли. А теперь серьезно. А теперь, если серьезно. Тут несколько соображений. Первое соображение — это устройство современных отечественных медиа, которые хватаются абсолютно за любой информационный повод, чтобы добиться внимания своих зрителей, читателей, слушателей и так далее, и так далее. И заявление любого абсолютного человека в титре, у которого написано «эксперт по чему-нибудь». Ну, хотя вы знаете, вот «эксперт по этикету» такой даже для меня был бы чересчур. Я бы, наверное, вот забарковал бы. Это первое, но это и ладно. А второе, более глубокое. Можно до бесконечности толковать про сохранение традиций, но вот в высоком смысле этого слова. Можно до бесконечности бороться с никабами. Можно до бесконечности объяснять, что Россия не Европа, ну и вообще мы не Запад, то есть у нас вообще ничего общего нет, но при этом на уровне каких-то бытовых привычек, бытовых норм мы, к сожалению, да, правда, к сожалению, Европа, мы Запад, мы абсолютно не формируем никакую смысловую повестку, мы годами, десятилетиями, а может быть даже и столетиями продолжаем брести вслед за теми, кто объясняет, как нам жить, как нам одеваться, что хорошо, что плохо, что прилично, что неприлично. Единственный момент, где вот этот вот абсолютно вот естественный дрейф и естественное исследование в фарватере притормозило, это когда наши добрые руководители дернули стоп-кран и сказали, алло, ну так мы с вами дойдем, в общем, совсем до плохого. И объявили ОВТ экстремистской организации и абсолютно правильно сделали. Но дело в том, что вот это вот решение, которое началось накануне еще Сочинской Олимпиады, вот этот разворот, он правда, он в корне противоречит не то, что тому тренду, в котором находится постсоветская Россия, он вообще полностью противоречит тому тренду, в котором Россия находится даже не со времен Петра Первого, который начал, значит, боярам брить бороды и обрежать их в парики. Собственно, вот разворот к Европе и перенятие европейской моды началось даже, наверное, не при батюшке государя-императора Петра Великого. Еще и Иван Грозный вполне себе, в общем, был таким европейским монархом и был не против жениться и на Елизавете Первой и желал выйти в Балтийское море со всеми вытекающими и так далее, и так далее, и так далее. Ну и бояр, кстати, он тоже не жаловал, немножко по другим причинам, его раздражали не бороды, а, в общем, совсем другие какие-то аспекты. Но тем не менее, вот с тех пор прошло, сколько там, 500 лет, считайте. Вот 500 лет Россия категорически отказывается жить в рамках своих привычек, своего климата, своей географии, своей истории. почему это одна из самых больших для меня загадок. Причем то, что это приносит нам чудовищное количество всевозможного вреда, в этом нет ни малейших сомнений. В 20 веке все это завершилось, ну, на самом деле, как бы это был закономерный, как бы итог, все завершилось сначала одной революции свержением империи, потом Октябрьской Великой Социалистической революцией, значит, со всеми ее ништяками, и хорошими, и плохими, сразу оговорюсь, и хорошими, и плохими, но дорого заплатили за социальный эксперимент. С тех пор принципиально ничего не поменялось. Поэтому те, кто, значит, вычесывая капусту из бороды, продолжают говорить о том, что в 91-м году, значит, началось что-то противоестественное, и вот мы отреклись от собственной самости, и началась козыревщина какая-нибудь, чубайсовщина и прочее. Да перестаньте вы. Перестаньте. Ровно то же самое было и до этого. И в 70-е, и в 50-е, и в 10-е. Еще товарищ Сталин, в общем, указывал, ну так, добро указывал, проникновенно товарищам о том, что низкопоклонство перед Западом это, в общем, как бы не очень здорово. Даже Сталин ничего не смог с этим сделать. А уж нам-то куда. И вот, собственно, как бы до чего мы с вами дошли. Мы с вами дошли до того, что в плавках ходят одни... Это нормально? У меня есть, конечно, еще пара рискованных примеров, которые в свое время меня шокировали. Ну так вот, реалии из англосаксонской жизни, что у них считается нормой, а что у нас нормой не считается. Но я не рискнул в эфире это озвучивать. Мне неловко. Я все же человек такого довольно патриархального воспитания. Но вы мне можете поверить, нас ожидает впереди еще столько удивительного, столько странного, что наши деды, а уж тем более прадеды, вообще не признали бы в нас русских людей. Ну да ладно. Ну да ладно. Это так. Небольшое утреннее резонерство. У нас есть несколько нобелевских лауреатов, как вы знаете. Это один из примеров такого типичного низкопоклонства перед Западом, потому что, ну вот, например, Сергей Павлович Королев никаким нобелевским лауреатом не был. Академик Игорь Курчатов не был никаким нобелевским лауреатом. Да даже Михаил Васильевич Ломоносов, создатель современной русской науки, тоже не был никаким нобелевским лауреатом, потому что господин Нобель родился сильно-сильно позже него. Вот. Но мы-то с вами живем в 2024 году, и несмотря как бы, ну вот, на всяческие особенности, несмотря на СВО, несмотря на все, для нас вот этот вот титр нобелевский лауреат, ну, по-прежнему представляет вот значимость, то есть это добавляет человеку какой-то исключительной популяционной ценности. Почему Бог весть? То есть если человек изобрел какую-нибудь, значит, форму там лазера или какой-то геном человека, изучал, я в этом ничего не понимаю. В принципе, для меня сам факт, что человек написал докторскую диссертацию о геноме человека, это уже, в общем, помещает его, ну, вот такое вот в некоторое особое место в моем сознании. то есть я как гуманитарий признаю вот не то чтобы то, что человек там умнее, лучше меня, но я точно понимаю, что это за всем этим стоит колоссальный труд и невероятные интеллектуальные усилия. Но звание Нобелевского лауреата, вы меня извините, оно присваивается, в общем, ну, какой-то бессмысленным, абсолютно бессмысленным, ничтожным людям, у которых, кроме, допустим, там, бороды или кроме грустного такого умного лица ничего больше нету, но грустное и умное лицо может быть у старой собаки, которой сейчас очень жарко. Вот такое же выражение лица у Нобелевского лауреата, допустим, Дмитрия Муратова. Ну, Нобелевский лауреат. Ну, послушайте, что этот человек, который вот формально находится в одном ряду с людьми, которые там двигают вперед, химию, физику, там, что-нибудь еще. Вот что он произносит? Да, вот с этими умными, бесконечно грустными глазами. Он смотрит на эту Россию, он страдает всю свою жизнь. Не знаю от чего. То ли от того, что он все это видит, то ли от того, что он вынужден здесь жить, хотя у него есть квартира на Манхэттене, он мог бы жить там. Смысла, правда, нет. В июле на Манхэттене очень жарко, хуже, чем в Москве. А есть у вас... Нет, я от себя ничего проматывать не буду. Если вы поставите, поставите. Если нет, тогда мне придется читать. Спасибо. Значит, почему Муратов? Муратов, ну, во-первых, потому что он наш современник, потому что, в общем, его фамилия, ну, довольно многим хоть что-то говорит. То, что он нобелевский лауреат, она говорит. А еще то, что он сдавал новую газету, которую практически никто не видел и не читал, но слышал про нее. Он оказался в числе 51 человека, значит, вот с этим же самым титром, которые подписали обращение с призывом остановить войну. Ну, они пишут в Украине. Но мы, русские люди, говорим на Украине. Это просто к вопросу в том числе. А кто такие русские интеллигенты? Да, и что означает титр нобелевский лауреат? Прямо сейчас в мире не менее 55 вооруженных конфликтов. Локальных войн больше не существует. Война, российско-украинский конфликт впервые за десятилетия идет на европейском континенте. И последствия этой идущей третий год войны уже отозвались в самых разных странах, вызвав обострение голода в странах Африки, миграционный кризис в странах Европы. Что тут еще? Доставив с водой, хлебом и молоком на столы жителей всех шести континентов. Каких шести континентов? Тонны вредных веществ, выделяющихся при каждой бомбардировке. Ну и так далее, и так далее, и так далее. А вдумайтесь, никто бы не голодал, никто бы не умирал от истощения, ни один ребенок в мире не ложился бы спать голодным, но ресурсы тратятся не на поддержание жизни, а на умножение смерти. Кто гибнет на этой войне сегодня? Больше всего среди ее жертв людей в возрасте от 30 до 40 лет. В период недожития каждого убитого в среднем около 40 лет. Это что, до 80 все должны дожить? Серьезно? Ладно, хорошо. Это значит, дальше идут чисто математические манипуляции, которые мог породить мозг исключительного гуманитария, который математику никогда не знал. Я про Муратова сейчас, если что. Это значит, что каждые 100 тысяч убитых – это 4 миллиона лет будущего. Это несделанное открытие. Нерожденные дети – это сиротство. И так далее. Значит, дальше эти 51 нобелевских лауреат обращаются. Это важно. Папу Римского, Вселенского Патриарха, Далай-Ламу, через запятую, представителей ислама и иудаизма. Вот здесь у них засбоило, потому что, ну как, вот они сидели, думали, так, кто у нас главный в религиях? Так, значит, у католиков главный Папа Римский. У православных, черт его знает, наверное, Варфоломей. Почему? Ну, потому что он называет себя Вселенским Патриархом, хотя он вообще-то Стамбульский Патриарх, так его турки называют. Ну, ладно. А буддисты, у них Далай-Лама вроде. Слушайте, а как быть с мусульманами? Их немало, согласитесь. Непонятно. Ну, у них церкви нету, вот никакой там понятной институции нету. Это в России есть муфтии, но это вообще как бы вот такая непонятная административная конструкция. Ну, на самом деле нет ничего подобного. Ну, давайте напишем представителей ислама. А как быть с евреями, то есть с иудеями? Тоже черт его поймет, кому там обращаться? Там такое количество движений, сект каких-то. Но все они верят в единого Бога. Ну, давайте тоже напишем. И иудаизма через запятую. Вот даже на этом уровне, собственно, когда читаешь текст, поднимаешь вот абсолютно интеллектуальное ничтожество людей, которые составляли письмо и которые его подписывали. Я совершенно не собираюсь вот обсуждать там людей с английскими, американскими, французскими, немецкими именами. Мне до них дела никакого нет. Более того, я, ну, в том числе и в силу собственного опыта, прекрасно понимаю, что человек, который занимается химией, физикой, там, изучает лазера какие-нибудь, ну, мало того, что он не должен разбираться в политике. Политика вообще где-то мимо немой. Ему неинтересна никакая политика. Более того, попытка что-то сказать умное про мироустройство, ну, нам ли не знать. У нас был академик Сахаров. Великий человек. Трижды герой социалистического труда. Господи, понимаешь, водородную бомбу для Сталина сделал. Низкий ему поклон и вечная память. Ну, а потом-то что? Ну, что это говорило о том, что вот Андрей Дмитриевич Сахаров был как бы во всем умен? Да он и по жизни был не очень умен, потому что женился на Елене Боннер и подписывал всякую хренатень под ее влиянием. И в итоге, да, его, значит, через резиновую кишку кормили в городе Горьком. Хотя мог бы и дальше, в общем, ковать ракетно-ядерный щит для своей страны, ездить на Волге или даже на Чайке, жить в Малаховке, и все было бы нормально. В чем проблема-то была? Он решил бороться, значит, с ядреной бомбой и с чем? А, ну, потом еще с коммунизмом он решил бороться. Говорит ли нам это о большом уме академик Сахарова? Как сказать? Вот то же самое и здесь. Ну, поскольку тут в списке присутствует, ну, несколько людей, гуманитариев наших, современников, и психотипы, биографию которых мы понимаем, да, мы имеем полное право обратиться к ним. Прямо им в лицо сказать вот наши слова возмущения и оскорбления. Господа, вы идиоты, вы дураки просто, клинические при том. Ну, не надо позориться. Ну, не надо демонстрировать собственную дурость. Ну, стыдно просто. Не нужно подчеркивать ваш абсолютный разрыв с Россией. То есть, когда вы через запятую пишете «Папа Римский, Вселенский Патриарх», а дальше, значит, представители. А вы-то сами каких будете? Вот Хэм Муратов, вы каких будете? Вы в какого Бога верите? Не в какого? Потому что, если вы даже формально были крещены в лоне Русской Православной Церкви, вы точно бы не стали подписывать бумажку, где поминается Вселенский Патриарх. А может, они крещены? Я понять, может, московский интеллигент, а из семьи потомстных атеистов? Вот так вот устроена удивительным образом жизнь. Ну, и так, это информация к размышлению. Наличие Нобелевской премии или научной степени говорит ли нам о том, что мы имеем дело с человеком умным или хотя бы с человеком порядочным? Нет, это не предполагает ни того, ни другого. Мы просто имеем дело с профессиональным ученым или с плохим писателем, или с очень плохим журналистом. Я не буду вас сегодня обильно мучить Трампом. Вчера, в общем, об этом было сказано практически все, что можно было сказать. Я имею в виду покушение как самая драматическая такая точка в избирательной кампании, начавшейся примерно полгода назад. Сегодня ночью, по московскому времени, наконец, Дональд, наш Трамп, официально объявлен кандидатом от республиканской партии. Ну, это, собственно, и так было понятно. Вице-президент, точнее, кандидат вице-президента тоже объявлен. Это, в общем, совершенно такой замечательный человек, знаете, как в старом советском фильме. На бунш нашего похож. Значит, человек этот, которого зовут, сейчас я вам скажу, чтобы не соврать, как его звать, как его звать, Дэвид Дивенс его зовут. Он сенатор от штата Огайо. Он, в общем, значит, спикер Дивенс больше всего похож на нашего... Нет, не могут показать нормальную фотографию. Он больше всего похож на Константина Малафеева, нашего известного предпринимателя и владельца телеканала Царьград. Но вот коллеги, что-то у них засбоило, по-моему, от жары. Никак не могут найти фотографию, которая по всему телеграмму была опубликована сегодня ночью. Я не буду отвлекаться. Вот. Но это уже частности, которой можно будет поговорить в той части эфира, которая будет посвящена именно американской повестке. Но тут ведь любопытно другое и важно другое. Американская избирательная кампания влияет на нас, то есть на нашу войну, и мы, в общем, как бы здесь не обманываем себя, то есть мы прекрасно понимаем, что мы воюем с американскими прокси, и от того, кто станет верховным главнокомандующим, в общем, зависит достаточно много. Ну, по крайней мере, зависит и формат войны, и уровень тех стратегических решений, которые будут приниматься в Кремле. Но ведь это же повлияет, безусловно, и на Европейский Союз. Экономически, политически, с точки зрения будущего этой структуры, они невероятно боятся прихода Трампа или боялись прихода Трампа, и вот сейчас это практически предрешено. И это такая отдельная коллизия, потому что ведь, я напомню, Евросоюз это конгломерат из 27 стран. Вот, кстати, вот этот Вэнс, вот почему я сказал, что он на бунш нашего похож. Меня не слушают в студии, по-моему, то есть я пытаюсь вывести фотографию, вот, а они не... Так, ладно, все, проехали. То есть, это теперь факт, и то, что будет происходить в ключевых европейских столицах, это, конечно, будет такое отдельное представление, отдельный сериал, нет ни масштаба «Игры престолов», в общем, как бы немножко не тот уровень, но это будет любопытно. Вот об этом я и хотел поговорить с Николаем Межевичем, главным научным сотрудником Института Европы, Российской Академии Наук, телеграм-канал, профессор Межевич. Николай Маратович, я вас приветствую. Здравствуйте, Сергей Александрович. Вам как, понравился вице-президент, вот которого мои коллеги все никак не могут показать на экране? Ну, он такой смешной. Абсолютно. После домовенка Кузи мне уже больше реагировать неинтересно. Ну, он такой, не, знаете, почему я обратил внимание, тут, ну, разные фотографии опубликованы, мне попался один из кадров, я просто вот восхитился тому, как работает американская политическая система, как они отбирают людей, в том числе и по внешности, по физиогномике, то есть это такой вот, ну, вот, видимо, парни еще в университете приметили и поняли, что вот у него есть будущее, то есть это такой вот, это типичный белый мужчина, как американцы говорят, с пронзительно голубыми глазами, с великолепной, правильной бородой, и что лично мне нравится, он не подбревает усы, как почему-то вошло в моду у нас, значит, на Руси, ну, вот, все как положено, все как мы хотели, никакой чернокожей женщины. Сергей Александрович, пусть это будет чернокожая женщина, пусть это будет одноногий гений, но для меня ключевой критерий это политика, которую будут проводить Соединенные Штаты. Верно, верно. Причем, как вы справедливо сказали, в Европе и в России, ну, по порядку, сначала по отношению к России, потом по отношению к Европе, ибо в Европе происходит то, что бывает, когда провинциальный курятник неожиданно залетает голодная лиса, да, и после этого, в общем-то, и жертвы, и жертвы съедены, и жертвы, которые умерли просто так от испуга, в общем, яйценоскость резко пошла вниз. Николай Маратович, после событий в США. Да, извините, что я вас прибиваю, я просто вот, ну, проанонсировал в самом начале, и мне кажется, просто это отдельный сюжет, который лучше вас никто не сможет объяснить, а ведь бог не с Америкой, там, вот, чтобы у них там все повылазило и все сгорело, но ведь отдельный же будет, вот, правда, сериал, представление, вот, как в этом курятнике под названием Евросоюз, вот, а уже с сегодняшнего утра они начнут бегать как подорванные, все, значит, в Трампа стреляли, он дополнительно получает примерно 30% голосов, это опросы уже вчера были опубликованы, то есть там разрыв с Байденом какой-то фантастический, он формально объявлен кандидатом, все, то есть по большому счету должно произойти какое-то чудо для того, чтобы он не стал следующим американским президентом, что делать в Европе вот со всем этим, прошу вас. Если брать половину примерно политиков, в том числе, конечно, упомянутый Орбан, но ведь он не один, многие европейские политики находили возможность коммуницировать, как теперь говорят, с Трампом через его людей, через его друзей, знакомых, друзей, знакомых и так далее, и так далее. Безусловно, часть Европы приспособится к новому президенту, но общая массовая европейская пропаганда была настроена на поддержку Байдена, безальтернативно на поддержку Байдена, и сейчас придется аккуратно разворачивать общественное мнение от Эстонии, Финляндии до Португалии и Испании в пользу Трампов, в пользу республиканцев. Начнут, конечно, издалека про великую американскую демократию, пожелают человеку здоровья одному и другому, одному по одной причине, другому по другой, и будут аккуратно разворачивать общественное мнение. Но разворачивай, не разворачивай, это усилит дискуссию, а может быть даже конкретные действия о единой европейской оборонной политике. Этим разговором больше 50 лет о том, что выйти из-под зонтика НАТО или получить второй зонтик, ну в смысле купить второй зонтик, построить второй зонтик, они возникают, они исчезают, такими волнами идут. Сейчас будет, конечно, волна в пользу построения какой-то европейской системы безопасности. Но вот беда. Когда были предыдущие волны в поддержку Европейского оборонительного союза, Европа находилась на пике экономической мощи. А сейчас этой мощи не осталось. И от Эстонии, опять же, моей любимой, и до Португалии развернулся и широко лег экономический кризис. Причем он уже там лежит, как выясняется, не только не первый квартал, но даже не первый год. Я сразу поясню коллегам-экономистам, не надо мне сейчас данные Евростата показывать. Вы знаете, и я знаю, и даже наши ученики знают про новую методику, относительно теперь новую методику подсчета статистики в Евросоюзе. Знаем, что эти данные высосаны, если не из пальца, ну, скажем так, подкорректированы. Реально это спад. И все это знают, и опросы это показывают, поэтому не будем себя обманывать. Одновременно восстанавливать свое хозяйство, вдвое, втрое увеличивать расходы на оборону не получится. Люди жить как в 45-м или в 39-м не хотят. Они от этого отвыкли. Они в лучшем случае мои ровесники помнят воспоминания дедушек. Но жить-то так, как в тех воспоминаниях, не хотят. Николай Марадович, но тут ведь как? Хотят, не хотят? Кто кого спрашивает, когда? Мы, в общем, в 89-м году тоже не предполагали, каково оно будет в 92-м нуткничок. Да, а кто сказал? Как говорил герой одного фильма, а кто тебе сказал, что ты должен быть счастливым? Да, никто не сказал. Более того, перечисляя проблемы, которые стоят, висят, лежат перед Европой, я забыл еще одну. Ну, как забыл, естественно, знаю, я просто отложил на самое вкусное, да, как последний пельмень. Украина. Если США начнут сокращать финансирование Украины, значит, Европа должна будет финансировать больше. Это уже становится просто смешно, но Бетбук в чем-то права. Ей действительно наплевать на мнение своих избирателей, ей действительно интересно мнение жителей и избирателей Украины, правда, там все меньше жителей и избирателей, но это не так сейчас важно. Так вот, ей, видимо, одного провала было мало. Сейчас они будут падать дальше, дальше, дальше. И кончится это все может тем, что в Европе не видели многие-многие десятилетия народными протестами. При сочетании нескольких вот этих факторов, и не сейчас, а, разумеется, к отопительному сезону, когда выяснится, что надо цены поднимать на все связанное с, ну, как мы говорим в России, ЖКХ в полтора-два раза, это может быть уже определенные протесты. Опять же, разрушится европейский консенсус. Но я не очень понимаю, зачем нам из-за этого переживать. На мой взгляд, чем хуже, тем лучше. Учитывая ту кровавую страшную роль, которую Европа сыграла на Украине, она должна получить свой поток и разграбление. Можно быть внутренне. А что вы думаете по поводу роли Орбана вот в этой новой комбинации? То есть выясняется, что товарищ Орбан-то оказался самым умным среди, значит, всей этой тусовки-то. Вот, все на него смотрели высокомерно, и, в общем, я думаю, оскорбляли и за глаза, и в глаза. А теперь-то, в общем, он главный друг будущего президента США. Что писали по поводу Орбана в эстонской прессе и в эстонских блогах, я бы хотел вам рассказать, но не могу. Правда, конечно, эстонский мат, он очень однообразный и скучный, и в основном связан с призывами к чертям. Ну, скучный, повторюсь. Но многие страны мира, вся Прибалтика, значительная часть Северной Европы, Польша, продемонстрировали демонстративные антиорбановские, и, что очень важно, их мера подвела, и антивенгерские высказывания. И за это все тоже придется платить не только огромному Трампу и огромной Америке, но маленькой Венгрии, хотя вполне корпусному такому господину Орбану. он оказался единственным или почти единственным, пусть Фицони обижается там некоторые другие лидеры, лидером в Европейском Союзе, который вовремя понял, что будет через ход, безотносительно к этому покушению, потому что шансы у Трампа были и до этого очень большие. А когда премьер-министр какой-то Эстонии или даже Финляндии не видит, что происходит в разрезе визитов Орбана и контактов от Ватикана и до Трампа, и говорит, вот мы ему объявим бойкот, и наши министры иностранных дел не приедут в Венгрию. Ребята, да слава Богу, в Венгрии будет воздух чище и воды больше, если ваши тараканы не приедут на берега Дуна. Вот и все. Он оказался в известной степени пророком. С одной стороны, с другой стороны, говорят, он был всего лишь на посылках. Верно, верно, может быть, он был на посылках, да, но надо быть пророком, чтобы сохранить такие отношения со всеми, чтобы вовремя оказаться на посылках. Давайте представим Каю Каллас, экс теперь уже премьера Эстонии, в Шереметьево. Ну, в Шереметьево 2, да? Тут ей ордер и предъявляют, и под белые рученьки, и дальше, как говорил, по-моему, Шарапов, да, тюрьма, матросская тишина. Но это в удачном случае, если довезут. Вот. В Китай, ну, кого пустят сегодня в Китай, вот так вот, с пылу с жару? Урсула фон дер Ляйен или даже Шольца? Да там не то, что ковровую дорожку не размотают, а этой ковровой дорожкой еще по голове настучат. Это если в аэропорт пустят, да? На посадку. Поэтому, да, Орбан оказался уникальным человеком, который проехал по всей линии, и теперь ему еще чисто по-человечески политик, политик тоже человек, да, в большинстве случаев, если это не прибалтийский политик. Людям завидно. Почему у Орбана получилось, а у нас нет. Вы знаете, о чем я еще подумал, вот, когда там сегодня упали на ленту эти сообщения, все ведь торопились присягнуть Байдену, как бы, ну, двигаться в русле этой политики, но вот это же правда странно, как бы, учитывая там и пресловутую еврейскую, там, и тем более немецкую рациональность, ну, вот, перестраховываться, не класть яйца в одну корзину, как нас учили 30 лет, значит, ставить на разных кандидатов, ничего, ничего этого, то есть, вот, абсолютно идеологическая зашоренность, то есть, выбор крайне узкого коридора, из которого теперь просто нет никакого выхода, точнее, любой выход, он получается очень плохой. Легенды формируются очень долго, разрушаются медленно, немецкая рациональность, польские католические ценности, да, в этот момент в Варшаве идет и парад, да, половина населения плюется и крестится, но половина-то фактически участвует и поддерживает, но если бы, ну, я не говорю средневековым лидерам Польши сказали бы про это безобразие, ну, даже если бы Пилсудскому об этом сказали, он бы достал свою старую верную саблю и порубил бы их в мелкий венедирет, и в данном случае был бы прав, потому что ну, не в Варшаве это делается, ну, выведут, отведут для вас отдельную площадь, типа Матольского плаца, ну, это где расстреливали, да, вот, ну, и хорошо, вот, и то же самое с немецкой рациональностью, то же самое с прибалтийской рациональностью, ведь одновременно отказаться от всех источников, не то что экономического роста, бог с ним с ростом, кто же его вспоминает, выживание, одновременно отказаться, сейчас они еще из Брел выйдут, всей душой, в принципе, действительно, многие европейцы, особенно вот так, на Востоке, могут вполне вспомнить времена, когда они жили фактически в пещерах и фактически на одном горохе, ну, вот, будут вспоминать на практике, очень интересно, такие курсы выживания. Николай Маратич, у нас, да, минута остается, у меня еще один вопрос к вам есть, а как вы думаете, вот, какие страны присоединятся к Орбану и начнут первые отрекаться от Байдена? Никто не будет отрекаться от Байдена публично. Ну, от политики, я имею в виду, демократ. Да, теперь уже, когда, не то, что прокукарекалы, а провыли сигналы воздушной тревоги, начнется разного рода движение в разные стороны. Вот, даже эстонцы, прости, господи, еще раз за упоминание, вот, предложили российским пограничникам провести совместный промер пограничной же реки Нарова. То есть, две недели назад вице-канцлер МВД, то есть, второе лицо в МВД, сказал, жалко, что мы не перестреляли российских пограничников, а теперь он же предлагает совместные промеры. Ну, в принципе-то, совместные промеры на пограничной реке, которая меняет свое русло, силы Кариолиса, это нормально. Но где ты был, родной? Ты же предлагал стрелять. Может быть, это уже движение, может быть, уже движение, может, совпало. Но, по крайней мере, от идеи слегка пострелять по Ивангороду, а это я уже цитирую министра обороны Эстонии, возможно, на этом этапе так слегка откажется. Николай Миранович, спасибо большое, что вышли к нам в эфир. Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН, телеграм-канал профессора Межевич, перейдите, подпишитесь. По поводу эстонского замминистра или министра, мне кажется, да, это начало дороги, это начало его дороги куда-нибудь в район Воркуты или Магадана. Я на это очень рассчитываю. Проверенная дорожка-то. Но теперь давайте мы обсудим американские новости. Вот перед началом этой части я еще раз посмотрел справки по новому вице-президенту, американскому господину Ди Вэнсу. Почему Ди Вэнс, кстати, еще интересно отдельно. Тут, в общем, все очень любопытно. Фактически многие пишут, и американские источники, и не американские, о том, что на съезде Трамп фактически выбрал наследника, принца. но тут ведь уместно напомнить, что товарищу Дональду Фредовичу 78 лет, он мужчина, ну, мягко говоря, в годах. То есть вот они и мы тоже дружно пинаем, вроде бы, как старого Байдена, которому сейчас 82, повторю еще раз, говорил об этом 78 и 82, знаете, это, в общем, примерно одно и то же. люфт в 3,5 года, ну, в этом возрасте уже совершенно ничтожный. Да, есть, конечно, разница, кто, в общем, в какой там физической кондиции вот до этого рубежа жизненного дотянул. Но, тем не менее, 78 лет, это объективно, даже по американским меркам, очень старый человек. И Трамп при всем своем сумасбродстве, при всей своей, ну, как мне представляется, даже шизофрении где-то, ну, не может время от времени не отдавать себе в этом отчет. Ну, и поскольку он человек с таким мессианским самосознанием, вот всегда, когда есть некое мессианское самосознание, возникает вопрос наследия. Наследия. Как сохранить? Ну, мало-то, мало добиться победы, мало там что-то совершить. Важно не профукать, важно для того, чтобы, в общем, наследники продлили твое дело. Поэтому назначение Вэнса и настолько противоречит тем незыблемым политическим технологиям, которые, казалось бы, ну, вот полностью победили в Штатах в последние лет 20. Вот мы же как бы не зря шутим, значит, вице-президентам нужно назначить там черную янку инвалида. шутки, знаете, сколько лет? Ну, примерно лет 20. Вот, 20 лет назад это выглядело как анекдот для американцев, а сейчас это абсолютная реальность, там смотрите на Камалу Харри, смотрите, значит, на официального представителя Белого дома, вот эту вот смешную женщину тоже, которая выступает в качестве пресс-сека и прочее. И тут, значит, Трамп идет поперек устоявшейся нормы и назначает на пост вице-президента человека, во-первых, очень молодого, 39 лет, то это, ну, по любым современным меркам это очень молодой политик, да и вообще, честно говоря, это, ну, и по человеческим меркам, учитывая там и продолжительность жизни, и во сколько люди во взрослую жизнь вступают, да, он совершенно молодой человек, и его рассвет, там, рассвет его карьеры, он как раз, в общем, должен состояться примерно через 4 года, когда Трампу будет 82, и возникнет вопрос, второй срок, ну, если он доживет до него, конечно, либо кто-то должен будет занять его место, вот, собственно, как бы, как мне представляется одна из таких интересных коллизий, к нам присоединяется Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, Владимир Сергеевич, я вас приветствую, Сергей Александрович, приветствую вас, вот по поводу, да, по поводу Дивенса, что я у вас хотел еще раз спросить, говорят, что он, ну, мало того, что больше трамписта, чем Трамп, это понятно, но он человек, в общем, довольно любопытной биографии, и в армии служил, и морской пехотинец, и окончил Ельский университет, все как положено, а еще про него говорят, что он вообще относится к так называемой группе новых отцов-основателей, founders, ну, вот где, соответственно, господи, как его, Петер Тиль, и все остальные тех наворотилы, которые хотят переустроить мир по новым правилам, вот расскажите, пожалуйста, что это за человек, как его Трамп собирается использовать, насколько это усиливает избирательную позицию, ну, и как себя дальше будет вести клан Клинтона и Обамы? Ну, вы знаете, в общем, Венс, кандидатура Венс довольно уже сравнительно давно циркулирует, ну, я имею в виду, там месяц, полтора, два, когда, в общем-то, вроде бы Трамп сузил свой выбор тремя кандидатурами, вот, Венс, которого он вчера назвал своим напарником на этих выборах, вот, назывался Марко Рубио, ну, и губернатор северной докона Берхам. Надо вам сказать, что, ну, вы совершенно правильно сказали насчет того, что он назначил принца, но здесь надо иметь в виду, я думаю, два момента. Действительно, в общем, Венс может считаться одним из самых молодых вице-президентов США в истории, примерно такого соответствующего возраста, ну, был, например, Ричард Никсон, которому в 53-м году тоже исполнилось 40 лет, потому что Венсу в августе будет 40 лет. Август это тоже, если кто интересуется, знаете, знаками садиатка, он лев по гороскопу, но это тоже кое о чем говорит. Он молодой абсолютно политик, потому что он сенатор первого, он сенатор с 22-го года, и в этом плане действительно никакого, может быть, большого опыта не имеет, потому что вот как федеральный политик, он фактически соответствующим образом всего два года. Поэтому понятно, что речь идет именно о будущем, но здесь надо действительно сказать одну вещь, что дело может быть сегодня не в личности, а дело вот в той самой идеологии трампизма. Надо вам сказать, что феномен Трампа породил вот этот важный очень момент, который говорили, нам нужен трампизм без Трампа, нам нужен вот такой трамписта, который бы не имел за собой того шлейфа, скандалов, всяких, как говорится, ну, в общем, негативных моментов, характера Трампа. В общем, вот давайте мы будем иметь трампизм без Трампа. А как должен выглядеть трампизм без Трампа, понимаете, и вообще возможно ли трампизм без Трампа? Вот этой проблемой по существу, насколько я понимаю, и занимался предвыборный штаб Трампа и сам Трамп. Ну, достаточно в этом плане сказать, что Венс очень ломбировал сын Трампа, и говорили даже, или поговаривают даже о том, что решающую роль в выборе сыграла Мелания Трамп. Вот, она у нас, как правило, все держатся в тени, но это тоже очень показательно. Так что, считайте, что перед нами мини-Трамп, он как бы носитель той самой идеологии, вот это очень важно, потому что сейчас американская там пресса вовсю цитирует, что в 16-м году он называл Трампа тогда идиотом, Гитлером, еще там что-то, ну, как молодой, так сказать, политик, который там вступал в общественную жизнь, тоже, видно, ему хотелось себя проявить. Но быстро, что называется, переобулся, это в данном случае не имеет значения. Вот это идеология трампизма, понимаете, и судя по вот его личности, вы правильно сказали, служил в морской пехоте, это тоже, то есть, служил в вооруженных силах, ветеран. Для Америки это тоже, знаете ли, важный факт, в отличие от Трампа, который в армии не служил. Кстати, армия, это тоже, если хотите, ну, такой сито или тоже, в общем, признак того, что это действительно как бы патриот или человек, который будет бороться за интересы Америки. Он, в общем, из низов, и, в общем, большую роль, как сыграло в 16-м году, он написал такую книгу, которая называлась «Деревенская легия», вот, и она, кстати, описывает проблему, ну, что ли, жизненного уровня, вернее, ну, там, бедственного положения, даже говорили, бедности, в которой живет американский рабочий класс, ну, белые американцы, вот те самые белые американцы, именно рабочего класса, которым, можно сказать, принадлежит сам Венс. Это тоже очень важный момент. Ну, еще, с моей точки зрения, Трамп, конечно, в общем, учится на своих ошибках, потому что в 16-м году это был Пенс, сегодня у нас Венс, вот, в какой степени эта рифма будет симметрично связана с политической, дальнейшей политической деятельностью Венса, но события 20-го выбора 20-го года или 21-го, вот, 6-го января показали, насколько вообще сегодня важно иметь, ну, что ли, вице-президента или дублера, который не предаст тебя в решающий момент. Ведь Пенс предал, вот в этом вся суть. Пенс, кстати, может быть, сейчас мог бы быть преемником Трампа, если бы власть сохранилась, республиканцы сохранили, благодаря Пенсу, может быть, сейчас Пенс уже бы, уже как бы мог быть номинирован кандидатом на должное, вот, на президента, если бы тандем Трамп Пенс остался бы власть с 20-го, там, с 21-го по 25-й год. И поэтому совершенно здесь очевидно, с моей точки зрения, что вот как раз такого абсолютно надежного, вот здесь то, что называется не продаст и не предаст, вот, вот это, может быть, был главный расчет Трампа. Все остальное было отброшено, или все остальные соображения. А вот остальные соображения, они, в общем-то, являются достаточно серьезными, да, более того, ну, штат Огайо, в общем, может быть, еще в 16-м году считался таким один из колеблющихся ключевых штатов, сейчас он таковым не считается, вот, он прочно такой прореспубликанский штат, и поэтому для Трампа, в общем, действительно, он, как бы, руководствовался личными качествами Венса, вот, фактор личного преданности и то, кого он действительно может назначить, или, вернее, короновать на преемника, но идеологического, понимаете, носитель идеологической системы ценностей, вот это то, что называется трампизм без Трампа, вот, вот теперь, может быть, Венса является олицетворением вот этого трампизма без Трампа, что касается остальных моментов, то они, я бы должен вам сказать, весьма такого, ну, любопытного плана, или, вернее, запутывающего, в общем, действительно говорилось о том, вот, например, кандидатура Рубио, как, так сказать, латиноамериканца, ну, называлась женщина, там, Стефаник, или же, вот, губернатор южной Дакоты, Крис Ноем, нужна, женщина, нужны, может быть, представители этнических меньшинств, там назывался Тим Скотт, сенатор от Южной Каролины, и Трамп, все это отверг, понимаете, он сделал ставку именно на традиционный, если хотите, республиканский такой тандем, два белых мужчины, вот, это, в общем-то, я бы сказал, даже упор, вот, на традиционный подход, это совершенно, как бы, то есть, утвердить вот этот вот традиционную систему ценностей, поставить на нее основной, вернее, сделать ставку именно на вот эту вот традицию, и в этом плане, понимаете, вот, я бы так вам сказал, вот этот тандем, он еще больше раскалывает или будет раскалывать вообще страну, потому что, как бы, Трамп заявил, да, вот этим своим выбором, это моя сегодняшняя, мое личное прочтение, да, я раскалываю, мы раскалываем страну, мы идем совершенно точно стенка на стенку, и я вам должен сказать, что вот сегодня мы и будем, мы не будем заниматься традиционными американскими такими, знаете, играми, как вы сказали, последних, там, 10-20 лет, давайте, мол, изберем вот опять женщину, как вот Маккейн сделал в 2008 году, может быть, представителя этнических меньшинств, давайте, вот, сделаем так, чтобы электорат демократической партии, часть его, независимые, ну, вот, как-то так, либо перетекли к республиканцам, ну, либо не очень активно поддержали кандидата демократов, поиграем вот на этом расколе, Трамп, наоборот, вот здесь пошел стенка на стенку, он, он более того, по существу, понимаете, он пошел по очень, так сказать, я бы сказал, ну, не могу сказать о вантеюристическому, может быть, расчетливому, тоже какому-то расчету, вы тоже группируетесь, понимаете, раз мы сегодня вот встали в каре, мы выступили с этой традиционной, что ли называется, вот, этим традиционным тандемом, вот и вы тоже можете сегодня построить такую же стенку из женщин, из инвалидов, из этнических меньшинств, из БЛМ, и если вы хотите взять курс вот на то, чтобы иметь вот это противостояние, мы к этому противостоянию готовы. А вот тут начинается, может быть, сегодня тот момент, который уже идет на съезде, и то, что, в общем-то, команда Трампа, ну, я считаю, что сам в этом плане, как политик, как тактика, может быть, ему нет равных, все-таки, учитывая то, что на национальном уровне он уже 10 лет, да он и бывший президент. На что сделана интересная ставка. В общем, сейчас, когда демократы, понимаете, вот этот вот подход, создать единство, вот не раскачивать политическую систему, не раскачивать лодку, в условиях, когда демократы, вот, говорят о том, давайте снимем Байдена, давайте его заменим, вот, а вот отсюда началось, вы снимаете Байдена, там, законными методами, а кто-то снимает Трампа незаконными методами, давайте, вот, как говорится, вот этот вот тандем разобьем, если так можно выразиться, вот, чтобы к ноябрю ни Байдена, ни Трампа не было, а вот сегодня сделан вот этот штаг на единство, более того, первый съезд, первый день съезда показал, что все, как говорится, дружно говорили, давайте объединимся вокруг Трампа, как хорош Трамп, понимаете, и вопрос о том, как и плохие демократы были отставлены, ну, может быть, на потом, и это, если хотите, помощь Байдену, понимаете, вот давайте, пускай и демократы тоже, когда они будут сейчас становиться в такую же стенку, вокруг кого они будут объединяться, они будут объединяться вокруг того же Байдена и Харриса, это те две фигуры, которые Трамп считает, что Байдену он уже и так победил, и даже если что-то там произойдет, на место Байдена встанет Камала Харрис, то с ней он еще разделается еще быстрее и лучше, чем с Байденом, и многие в этом плане кстати говорят, что несмотря ни на что, все-таки, понимаете, за Байденом стоит там 40 лет его, даже более 50 лет его политической карьеры, в отличие от Камала Харрис, который, можно сказать, ничего не стоит и никаких достижений у нее нет, вот такая вот очень хитрая, интересная, тактическая ситуация складывается в Соединенных Штатах Америки, вот эта предвыборная кампания, второй момент, который я хочу не обратить внимание, что будет дальше, вот с точки зрения заставшихся четырех месяцев вот до 5 ноября, и вроде бы вот эта линия, она тоже уже начинает просматриваться, потому что ближайшие, может быть, четыре, три, там, четыре месяца мы будем заниматься основной конспирологией, а именно сейчас, в общем, уже комитета Конгресса и Сената и Палата представителей вовсю занялись проблемой расследования того, каким образом было совершено покушение на Трамп, понимаете, и в общем-то были тут какие-то просчеты, что за этим стоит и вообще, то есть здесь, я думаю, может быть, ну, по крайней мере, в том, что касается уже Палаты представителей, совершенно очевидно, что эту линию республиканцы могут раскручивать до бесконечности, то есть, понимаете, сместить вот сюда, сместить, может быть, сегодня, что идея здесь, ну, я бы вам сказал, идея фикс проста, никакого, естественно, убийцы-одиночки, за этим стоял система заговора, заговора глубинного государства, которое, в общем, решило разделаться так же, как оно в свое время, это глубинное государство, разделалось с Джоном Кеннеди, вот, сегодня, давайте мы это дело будем сейчас расследовать, давайте мы сейчас это будем раскручивать, а вот, если нам что-то здесь удастся накопать, да еще вот в сочетании, может быть, с тем, что, ну, мниматьем, каком-то катанем, я уж не знаю, если там как-то кривая вывезет, это отдельный разговор, что Трамп будет в той или иной форме провозглашен победителем этих выборов, то есть, вы понимаете, вот это та зацепка для того, чтобы начинать осушать Вашингтонское болото, то, что обещал Трамп, понимаете, вот это расследование, которое может действительно сегодня, в общем-то, действительно начать то, что в Америке иногда говорят, вторую американскую революцию. Владимир Сергеевич, спасибо вам большое за ваш комментарий, Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады. Я хотел в этой части поговорить отдельно о Германии, а вот почему. Вроде бы и повод такой, да дурацкий, несерьезный, ну как вам сказать дурацкий, несерьезный, ну вот смотрите, вот сами думайте. Германия тайно передала Украине новую партию военной помощи, в нее вошли 39 танков, сообщает немецкое издание Меркур. Поставки произошли в конце июня, начале июля, сообщается, что Киев в том числе получил от Берлина 10 леопардов, 20 БМП Мардер, 3 установки Хаймарс, а также ПВО Аристе, СЛМ и Аристе СЛС. А вот первая мысль, которая пришла мне в голову, ну, кстати, уже приходила и до этого, когда Германия начала поставки тяжелой техники. Вот вся наша дружба с Германией в последних 50 лет, которая началась в конце 70-х, это, конечно, патология. Патология стыдная. Вот человеческое сознание, там, паттерны человеческого поведения, их без последствий менять нельзя. То, что сделала еще советская власть, то, что сделала советское политбюро, которое, значит, выбрало немецкое масло, там, немецкие сапоги, немецкие трубы, и начала вот эту вот активную торговлю с Федеративной Республикой Германии, да-да, та самая сделка газ-трубы, та самая труба, которая теперь через Украину проходит, и в том числе за которую идет война, вот, все это было решено не вчера, не позавчера, не 20 лет назад, не 10 лет назад, это было решено в 70-е годы. Политбюро ЦК КПСС, как можно было принять это решение, имея за своей спиной 30 миллионов убитых, я не понимаю, я не понимаю, как можно было вот окунуться вот в эту противоестественную любовь и добрососедство, имея за спиной 30 миллионов убитых, имея в стране десятки миллионов еще живых ветеранов, которые прошли страшную войну, и все это видели своими глазами, я не знаю. и все то, что произошло потом, вот это вот обрушение Берлинской стены, стремительный вывод групп советских войск в Германии, из Германии, в чистое поле, разграбление этих арсеналов, весь этот шабаш бесконечный, и то, что происходит последние два с половиной года, да, это цена, которую мы платим за то, простите меня за категоричность, за то, что мы предали 30 миллионов погибших в войне с Германией. Последний пост Дмитрия Анатольевича Медведева, я, правда, не знаю, вот на что он так остро отреагировал, я его сейчас процитирую, и мы перейдем к обсуждению. Мои товарищи обсуждают то, что сделали украинские изверги с нашими пленами, ссылаясь на известные всему миру Женевские конвенции, меня тоже хорошо учили в родном университете, не надо об этом даже писать, тут не может быть никакого милосердия, здесь нет места добру, только убей, как у Симонова, на которого я много раз ссылался, помните, не надо жалеть их, не надо никого, они хоть кого-то помиловали, только тотальные казни, нет выбора, нет слов о пощаде, нет гуманности, нет помилования, нет для них права на жизнь казнить, казнить и казнить, это и есть право войны для врага. Поговорим об этом, наверное, чуть попозже, а сейчас к нам присоединяется Александр Камкин, политолог, старший научный сотрудник ММО РАН. Александр, я приветствую. Здравствуйте. Вот по поводу Германии, давайте поговорим и, может быть, попробуем именно вот в этом таком общегуманитарном ключе, он правда мне не дает покоя, как же могло так произойти, что после страшной войны еще СССР, значит, выбрал себе ключевым партнером страну, народ, который ну, отметился такими преступлениями там на территории Советского Союза, на территории исторической России, что вроде бы как этого не должно было произойти. Ну, ладно, мы объясняли, как бы все, цитируя Сталина, о том, что мы воюем не с немецким народом, а с Гитлером, ну, пожалуйста, вот тот же самый немецкий народ и официально, и тайно поставляет те же самые танки, чтобы продолжать убивать, а вот немцы по этому поводу как-нибудь рефлексируют или нет? Ну, все-таки, как германист, скажу вам, что это не немецкий народ поставляет вооружение, а поставляют конкретные совершенно политики, известные поименно, и надеюсь, что в соответствующих расстрельных списках будущего СМЕРШа они будут обязательно присутствовать, потому что казни действительно должны не только своих предателей, но и тех, кто является поджигателем войны с той стороны, об этом чуть позже, но все-таки в Германии я бы не сказал, что вот все население страны прям вот горит желанием и скидывает, платит последний рейхсмаркет в фонд, скажем так, победы Украины. А в стране на самом деле ведется настоящая охота на ведьм в плане тех людей, кто выступает за продолжение, ну, скажем так, адекватных отношений, адекватного диалога. Да, можно рассматривать как предательство памяти советских граждан погибших в Великой Отечественной войне, там тоже сделку гастробы, а можно вспомнить, что и в 20-е, в 30-е годы огромное количество немецких компаний, тогда еще в Веймарской Германии, работали на построение индустриальной мощи Советского Союза, а еще раньше Российской Империи. Вспомним Бисмарка, при котором развивались германо-российские с поста рейс-канцлера, ему на смену пришел такой абсолютно англоманский кабинет, там был фон Каприве, его преемником, и наметился абсолютный разворот тогда еще кайзеровской внешней политики. То же самое было и соответственно после прихода Гитлера к власти, человека, которого спонсировали американские банкиры, человека, который абсолютно восторгался Великобританией, именно с этой целью он послал свою боевую подругу Рудольфа Гесса в Великобританию, подписывая сепаратный мир. Поэтому здесь, скажем так, Германию вот как политического или геополитического шизофреника раздирают две крайности. Либо Германия смотрит на восток и находит определенную совершенно выгоду в конструктивном сотрудничестве с дружбой с Россией, либо Германия абсолютно теряет голову и бросается в объятия своих англосаксонских, ну на самом деле не таких уж сильно и друзей, потому что вспомним британца лорда Исмея Пирогенса Каната, который говорил, что основным условием вообще и смыслом существования данного военно-политического союза является держать американцев на территории Германии, держать немцев под сапогом и держать русских за пределами. Соответственно адекватное сотрудничество, я не говорю дружба, я не говорю там союз, я говорю просто сотрудничество. Россия и Германия это кошмарный сон для англосаксов, которые понимают, что это два крупнейших государства, только немцы могут действительно понять вообще русскую философию, русскую душу Достоевского, потому что итальянцы нас понимают визуально, например, они восторгаются советским кинематографом, они восторгаются советским реализмом в живописи, немцы же понимают наши тексты, вот не французы, не испанцы, не греки, не англичане тем более, соответственно есть что-то все-таки между нашими странами и это облегко объяснимо, именно близкие родственники зачастую устраивают самые жесткие конфликты, порой родные братья судятся друг с другом десятилетиями ради наследства, вот здесь определенное сходство наверное и проявляется если экстраполировать на уровень межличностных отношений, но факт остается фактом, нынешняя Германия это первая несуверенная страна, нынешняя Германия из нее пытаются сделать некий симулякр очередного рейха, соответственно все практически немецкие политики, которые сейчас принимают решение это выходцы из англо-американских структур, будь то Атлантический мост, другие различные фонды и НКО, которые собственно говоря пестуют политиков не только восточной Европы, но и центральной имеется ввиду Германии. Вот тайна, скажем так, под шумок, из-под тишка, под покровом ночи, передали там пару десятков старых леопардов, опять пресловутых, один опять, те самые пресловутые Мардер, безнадежно устаревшие машины, в отличие от американской Брэдли, это просто гробик на колесах, точнее на гусенице. Тяжелая, не может преодолевать водные преграды, невозможно сбрасывать с парашюта такая, вроде как броня толстая, но с другой стороны всего-навсего пушка 30 мм. Если наша БМП-2, ее аналог и, скажем так, основной противник может спокойно там и реку переплыть, и, соответственно, то эта дура просто вот завязнет черноземья и будет легкой мишенью, что, собственно говоря, и происходит. Там два еще моста укладчика, два, две бронированных эвакуационных машин на базе того же самого Леопарда-1. Ну, что это такое? Это поможет господину Зеленскому, скажем так, с его дрангом на хвост? Я думаю, нет. Александр, вы извините, что я вас перебиваю. Это, конечно, стратегически не поможет, но все это железо, оно может быть, конечно, и не очень современной, но у нас тоже там не только Т-90 воюют, мягко говоря, тоже сохранение, в общем, снято такое, что давным-давно в музее, по идее, должно было стоять. И вся эта техника, она убивает русских солдат. Я, собственно, как бы с этого и начал. Мне вообще кажется, что ну вот, и любая форма иронии по отношению к нашему противнику, она, ну, на третьем году войны уже, в общем, там, ну, она ни к чему. Вот, с нами идет война в течение трех лет. Каждая эта машина, она убила ни одного и ни двух русских людей. Вот, поэтому у меня и вопрос-то был по поводу немцев. Вот, не знаю, я понимаю, что, как бы, мое мнение там, оно и не слишком популярно, и где-то оно даже, наверное, травмирующее для многих людей. Но нельзя мириться с тем, кто убивал твоих близких и поддерживал убийц твоих близких. В этом смысле, вот, мне, как бы, там, национальная логика Израиля и, в принципе, евреев, она кажется более рациональной, что ли. Вот, у Израиля никакого мира с Германией нет. Вот, есть неприятие. Они Вагнера как ни играли, израильские оркестры так и не играют, хотя Вагнер, он умер сильно до. Но его любил Гитлер. Ну, раз любил Гитлер, тогда и к терапевту идите. Вот, может быть, это правильно? Ой, с Израилем очень интересная ситуация. Да, они не играют Вагнера, они не воспринимают Германию, но они спокойно принимают финансовые репарации, которые до сих пор правильно делают. Конечно, враг должен платить, враги должны платить. Именно так. Ну, к слову, как бы, по репарациям Советский Союз от Германии получил, ну, в общем, как бы, очень серьезные объемы. И это правильно, и это справедливо. Вот, а прощать врагам? Нет, в политике такого нет и быть не может. Отчасти можно с вами согласиться. Отчасти, скажем так, нужно понимать, что, наверное, здесь нужно проводить более такой, может быть, даже персонифицированный чек-лист своего рода идеологической иллюстрации. Вот есть немцы, которые выступают против преступной политики Шольца, которая действительно является преступной, которые говорят, что завтра, вот, помнится, по-моему, полтора года назад один из депутатов от Альтернативы для Германии в Бундестаге сказал вот абсолютно четко и однозначно. Вот, у нас в Берлине сейчас стоят два советских танка на подстаментах в Трефтов Парке. Памятник советским солдатам, освободившим Германию. Освободившим. Не захватившим Германию, а освободившим. После этого существовала ГДР, один из самых вернейших союзников Советского Союза. Кстати говоря, к вашему тезису о прощать или не прощать. Ну, хорошо. А Эриха Хонекера, а Маркуса Вольфа, а Вальтра Ульбреста простим или не простим? Понимаете, это очень, скажем так, намного более сложный вопрос. А Ляну Килич, которая с 2014 года помогает мирному населению Донбасса, гражданка Германии, которая в Германии грозит уголовное преследование, якобы за разжигание войны, она уже 10 лет собирает, значит, ее организация Мост Мира помогает мирному населению Донбасса. А она гражданка Германии. Вот ее, что с ней делать будем? Прощать или расстреливать? Это очень сложный вопрос на самом деле. Вот те немецкие политики, те немецкие представители там ангажированных СМИ, те, скажем так, сидящие на коротком поводке у американских, британских спецслужб, немцы, которые вратуют за разжигание войны, та же Анна Полена Бербок, тот же Малахольный Хабек, который открыто заявил немецкому журналисту, его спросили еще года два назад, что поставки немецкой техники могут вызвать у русских генетическую память о Харькове, о Курске, о Сталинграде, как раз то, о чем вы говорите. И он цинично заявил, это не моя история, вот таких, да, надо отстреливать, как поганых собак, устраивать на них покушение, взрывать их в машины, там, не знаю, травить новичком, чему угодно. А вот, кстати, кстати, по поводу покушений, вот, ну, явно как бы фейк, но прям мне даже немножечко жалко. Глава Рейн Метал, история, ну, она еще в конце прошлой недели приключилась, но ее как так очень нединамично западные медиа раскачивали, они, в общем, обвинили в том, что готовилось покушение на главу крупнейшего германского оборонного концерна, вот, как его фамилия, это, господи, этого человека. Да, неважно как. Да, да, Паппергер, 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 вот, мол, значит, за покушением стоят русские, но почему-то не убили, почему убили, я вообще не понял. Вот, это же Германия, там же все на велосипедах, и полицейские, там полицейского не увидишь, это же не Венесуэла какая-нибудь. Вот, а выжил-таки старик, а вот почему выжил, не понимаю. Мне кажется, после того, как он начал делать снаряды для украинских танков, он перемещаться по Германии должен исключительно там на бронированном автомобиле, причем по высшему классу бронирования, а этого нет. Прошу. Бронированном автомобиле американского посольства, переодевшись в женское платье. Да, или так. Не-не, можно в Никабе еще ходить, в Германии это вполне рабочая схема, а что, накинул на себя, значит, ковер и пошел себе. Вот. Ну, либо голышом с радужным флагом, как колымский, тоже вариант. Ну, на самом деле, вот о чем я и говорю. Есть немцы, которые действительно недостойны называться вообще, недостойны вообще, как скажем так, иметь человеческое обличие, для которых барыши, для которых верность вот такая вассальная перед великим белым отцом из Вашингтона, или не всегда белым с учетом Обамы, для них превыше и национального достоинства, и общих, скажем так, человеческих вообще таких качеств, как стыд, как, скажем так, примирение, действительно, осознание своей коллективной вины. Вот долгое время в Германии все-таки торжествовал тезис о коллективной вине немцев за Вторую мировую войну, за Холокост, за зверство на территории Советского Союза, но сейчас это как-то размывается. Вот сейчас вот эти нервные пассажи Зеленского, они как-то перекрыли те десятилетия, когда все-таки немцам еще со школьной скамьи объясняли, что да, никогда не должна с территории Германии исходить угрозу войны. Это прописано в Конституции. Сейчас от этого постепенно идет такой плавный отход. Но за этим стоят совершенно конкретные лица. У каждого преступления есть фамилия, имя, отчество, как говорил товарищ Сталин. Соответственно, мы прекрасно понимаем, что вот этот вот Паппингер, этот самый Олух Шольц, это самая Анна Поляна Бербак, вот это есть поджигатели войны. Соответственно, врагов уничтожают. Тут я с вами абсолютно полностью соглашусь. Я, скажем так, не сторонник каких-то там, знаете, массовых репрессий, там, не знаю, ковровых, бомбардировок Кельна, Дуйсбурга, Дюссельдорфа, но, наверное, с некоторыми товарищами, которые нам вовсе не товарищи, действительно нужно проводить, ну, скажем так, профилактические меры, ну, скажем так, такого характера, чтобы они более не являлись угрозой национальной безопасности нашей страны. И в этом случае, да, опыт Моссада можно вполне себе взять на вооружение. Не будем повторять навязанных нам фальшивых мифов про пресловутый Моссад. Пресловутый Моссад 7 октября прошлого года обосрался так, что, в общем, вся эта красивая история про всесильную израильскую секретную службу, в общем, нынче выглядит изобретением Голливуда. Ну, собственно, как и большая часть истории про суперуспешный и супермогущественный Израиль. Не отрекаясь от всего того, что я сказал про, на мой взгляд, абсолютно верное отношение и Израиля, и вообще евреев к врагам. Это правильное отношение. Да, и месть, и, собственно, незабывание своих мертвых, это то, на чем вообще люди живы. То, как люди вообще выживают, по-моему. Александр, спасибо вам большое. Александр Камкин, политолог, старший научный сотрудник ММО РАН.